доброе утро надеваю повязочку участницы балета лебединое озеро у них вот такие какие-то такие пушистенькие из лебяжьих перьев сделаны повязки вы смотрели лебединое озеро вообще любите балет я люблю балет первый мой опыт был посмотреть его на провинциальной сцене в своем родном городе в котором я прожила до отъезда в институт биробиджане это была сцена дворец культуры тогда же по всей стране были дворцы культуры и приезжал балет но зал небольшой приличный хороший зал но он небольшой поэтому когда девушки на сцене делали все эти движения грохот от пуантов стоял как бы на весь зал и это было таким открытием потому что когда мы смотрим я очень любила балет я же мечтала быть балериной и у меня целый альбом был вырезки из журнала огонек тогда вся культурная россия советский союз смотрели получали информацию из журнала огонек кстати там даже есть моя фотография журнале огонек который случайно увидела моя мама потому что она выписывала журнал огонек читала его от корки до корки хоть что-то для интеллигенции было тогда полезное и когда я ездил в москву на учебу меня случайный фотограф сделал фотографию она где смотрю журнал я вам покажу обязательно эту фотографию это же моя юля я иду по москве и там фотография такая интересная я иду я шла в театр как раз в таком вечернем бархатном платье нарядное ария а рядом на переднем фоне сидела какая-то дома но бомж какие-то бутылки у нее там сетки в пакете я говорю это контрасты столицы фотографии можно было назвать контрасты столицы так интересно я ее храню до сих пор прямо в этом журнале это было 86 нет позже 89 наверное год я ездила на учебу в москву по медицине вот поэтому и я ходила на балет на разные спектакли в театр и так далее вы ходите в театры любите ли вы балет любите ли вы театры и вот я обратила внимание на эти повязочки у балетных из лебединых перьев я каждый раз когда надеваю себе такую повязку я всегда вспоминаю балет ассоциации у нас вот такие сильные да кто любит балет девчонки напишите слово там или плюсик или балет или не видели никогда балет или ну не любите мне вот девчонки я не поняла балет как бы мне вот не это у всех вкусы разные а вообще мы сегодня говорим вообще-то тема эфира сегодня про бакучи ол про ретинолоподобный продукт и про массаж с бакучи олом это вот такой ампульный концентрат с бакучи олом он так и называется ампульный концентрат с бакучи олом это маслянистая текстура с которой можно делать прямо массаж и я вам сейчас прямо никогда не видела в живую дома балету пишет валентина это конечно непередаваемо не сравнить живую и на экране я не думала что так стучат пуанты поэтому была очень сильно удивлена ампульные концентраты это продукты которые меня в сибирском здоровье просто покорили у меня их вот вот столько и я прибавлю еще парочку пипеточки вот здесь дропперы покупаются отдельно я купила сразу четыре штуки на все флаконы и когда у вас заканчивается в бав во флаконе продукт выводный вынимаете пипеточку и в новый флакончик вставляете это очень удобно пипетка стоит 50 рублей очень удобная такая качественная и вот вот эти сыворотки концентраты я вам вчера показывала как я с ними делаю уход а бакучи ол я использую отдельно поэтому я его вот так пометила поставила точечку потому что они у меня стоят я их сверху вот так вижу у себя в тумбочке ася ковальская пишет я очень люблю балет хотела стать балериной с мамой ходили на лебединое озеро асен выпал понимаете да теперь о чем я говорю об этой вот повязочки на голову я так мечтала мне тогда так нравилось это когда я смотрела на них на экране на фотографии картинках фотографии я вырезала из журнала огонек меня были альбомы я их приклеивала туда я мечтала балете любовь пишет я с 5 лет до 11 была в балете всегда мечтала стать балериной переехали в новосибирск а тут балет пошла первый раз и плакала балета видимо не было да а нет а тут балет пошла первый раз и плакала вот я тоже мечтала быть балериной то есть вашей работе нет списка 100 не понимаю валентинов какая связь вот на данный момент у этого вопроса список 100 какая связь сейчас к балету и к баку челу и к сывороткам для ухода сейчас мы как бы вообще не не проработаю но на самом деле нет не буду даже этого касаться я сделаю массаж то что я запланировала сделать в эфире массаж с баку челом и расскажу вам про него что это за продукт самое главное что это ретинолоподобный продукт вот так он продается концентрат с баку челом по моему 690 рублей стоит этот флакончик мне его хватает ася пишет мама где-то даже пуанты добыла а представляете у меня не было пуантов вот вот такой вот флакон с баку челом вот так я его уже ставила в него дроппер друзья кто у меня вконтакте но вам придется на слух воспринимать информацию и вот видимость визуальный контент будет вот так в живую со мной кому интересно вот еще подробности можно будет либо в инстаграме у меня смотреть либо потом запись я выложу на ютубе хорошо нет связи возник вопрос озарением неожиданно валентина если интересуют вопросы по развитию бизнеса с сибирским здоровьем это давайте мы лично просто обсудим хорошо а я вам показываю следующую следующий скрин для вконтакте я буду зачитывать чтобы вам было понятно почему я делаю вот сейчас утро а я утром делаю ретинол по сути да потому что это ретинолоподобный продукт смотрите вот этот ампульный концентрат с баку челом это ретинол лайк эффект безопасная растительная альтернатива ретинола заметно преображающая кожу вот это то что я увидела на себя поэтому на себе поэтому смело могу вам о нем рассказывать и показывать и рекомендовать я никогда вы знаете меня давно я никогда не рекомендую даже ваши какие-то лайфхаки если вы мне пишите что можно вот так или вот так какой-то продукт использовать я всегда сначала его тестирую на себе ваш лайфхак и потом только транслирую его людям что да это вот как бы можно можно использовать подходящие лайфхак поэтому я его протестировала увидела результат и смело могу его рекомендовать это инновация в увлажнении компонент адаптирующийся к степени сухости кожи это сытый он сэша это ядра сенол гидросинол продукт который входит вот в этот концентрат гидросинол от американских разработчиков адаптирующийся к степени сухости кожи туда также входит растительный сквалан восстанавливает липиды кожи то есть мы всегда переживаем за состояние липидной и нашей поверхности кожи защищает кожу от потери влаги повышает ее эластичность дальше самомассаж вот то что я делаю уже на протяжении вот этого времени около ну где-то два месяца самомассаж лица основа из растительных масел идеально для всех видов самомассажа преображающая сила бакучиола активируйте ген молодости он активирует ген молодости действия бьюти концентрата направлена на стимуляцию и уравновешивание выработки коллагена сейчас следующий скрин размещу безопасная а так альтернатива ретинолу ген молодости действие бьюти концентрата направлено на стимуляцию и уравновешивание выработки коллагена инновационные растительные компоненты обеспечивают направленное восстановление жизненно важных функций кожи физического барьера собственного иммунитета и способности удерживать влагу особая формула способствует уменьшению высыпаний и акне улучшает качество и структуру кожи выравнивает микро рельеф за счет чего как бы идет разглаживание кожи выравнивается микро рельеф и дальше прям вот я вам подчеркнула сила растений и инновации в одном флаконе бакучиол растительный экстракт полученный из семян псоролеи лещинолистной псоролея вот какое-то растение это единственное растительное средство которое проникая в кожу действует как ретинол то есть растительное продукт который действует как ретинол активизирует ген молодости связывается с располагающимися в клеточных мебранах ретиноидными рецепторами тем самым запуская множество процессов способствующих видимому омоложению и сохранению молодости дермы лишён недостатков ретинола вот для меня это особенно актуально кто знает мою историю с ретинолом и мне для меня вот я им уже пользуюсь и у меня улучшения пошли хотя бы этих осложнений которые были от ретинола даже хоть он был небольшой процентовки а этот концентрат лишён недостатка ретинола не имеет побочных эффектов и подходит всем без исключения обладательница жирной сухой увядающей чувствительной кожи не имеет возрастных ограничений когда меня спрашивают какого возраста можно на им пользоваться друзья не имеет возрастных ограничений не вызывает неприятностей в виде сейчас я другой объект выберу виде шелушения раздражения и воздействия на кожу вас только возможные в случае индивидуальной непереносимости еще один важный момент вот сейчас утро и я тоже буду его делать потому что ретинол в любой процентовки нежелательно делать в в дневное время утром до этот концентрат написано вот кому интересно посмотрите он фито фотостабилен поэтому из использования этого компонента можно использовать дневное время и в летний период смело пожалуйста комплекс масел масла авокадо сосанквы клюквы макадамии оливы виноградной косточки рапса миндаля кокоса и ланг и ланга бергамота кипариса ветивера кедра источник кислот омега-3-6-9 полифенолов фитостеролов и каротиноидов успокаивает и восстанавливает кожу противостоит развитию воспалительных процессов у кого есть воспалительные то есть тоже какой многофункциональный да улучшает микроциркуляцию то есть доставка всех полезных компонентов идет активнее когда микроциркуляция в коже активная защищает кожу от потери влаги так и еще какой-то я сделала screen завершаю вам информацию так вот это все ингредиент которые туда входят они у вас на экране не буду уже его читать да для чего нужен вот этот продукт что он вам даст это эффективный антиэйдж эффект без раздражения кожи это очень грамотный подход к товару вообще к для широкого для широкого для массового использования что его можно абсолютно всем так как ретинол который я пробовала который мне не подошел и вызвал осложнения на коже на мой взгляд его нельзя использовать вот в таком широком масштабе это мое глубокое убеждение на данный момент косметический уход с безопасным аналогом ретинола повышает упругость плотность и упругость кожи вот такие у него качества так господи я сейчас прекращаю публикацию вот этих и давайте сделаем с ним массаж кто спрашивает про покупочки друзья не успела вчера записать про покупочки они у меня лежат с вот с бирками их не они отцепляла обязательно запишу пью теплую водичку из бокала который для меня заказала и сделала не сделала сама заказала для меня чтобы его изготовили вот такой бокал с ручной росписью оксаночка ремезова спасибо тебе огромное теперь это мой утренний да и не только утренний в течение дня я тоже я пью много воды не забывайте друзья мои об этом потому что состояние нашей кожи тоже от этого зависит леночка толпыгина моя невестка скоро увидимся в москве я так рада вообще девочки кто в москве кстати кто в москве кто наши партнеры или кто хочет стать партнером нашей команды мою команду светлых птичек то собирается ко мне под крыло кто в москве подмосковья если вы будете в москве 4 июня вот уже скоро мы встречаемся на большой екиманке в центре обслуживания клиентов и замутим классный девичник такой полезный ну а что я беру ретинол и наношу его на очищенную кожу вот марина безюкина пишет пользуюсь очень нравится я в москве мариночка ну все обнимемся обнимемся я вас всех под крылышко мы с ксении будем и соленые будем поэтому собираем стайку наших птиц смотрите вот так вот флакон вот там видно да что вот она жидкость вот такая вот он чуть желтоватый я беру сразу вот такую дозировочку прочти почти полную пипеточку наливаю его на ладошку распределяю по ладошкам и наношу и на зону вокруг глаз в том числе ушки шея декольте почему я надела вот прям открытую открытый топ убрала ламки потому что я наношу прямо везде и за эфиром я это нанесу все еще и вот по самые вам по поясу будет нанесу везде потому что но тонус молочных желез тургор тоже классно работает поверьте про поверьте на слово не буду показывать в эфире ну и все и начинаем легкий массаж лица один вариант массажа я вам показывала в видео где показываю вам гидрофильное масло что касается гидрофильного масла я вам тоже скажу сейчас оговорочку по поводу гидрофильных масел потому что спасибо всем огромное за вашу внимательность что вы пишете мне о том как использовать гидрофильное масло и пишут в основном о корейских производителях о корейских гидрофильных маслах и я согласна что есть рекомендации для конкретного продукта для от конкретного производителя я всегда следую рекомендациям производителя как использовать в частности гидрофильное масло то что я делаю там коктейли из сывороток это моя самодеятельность остальные моменты я очень щепетильно к таким вот рекомендациям в частности про гидрофильное масло и вот в корее про корейское масло мне писали что там нужно обязательно его смывать каким-то очищающим средством потом во вероятно так оно и есть в рекомендации про гидрофильное масло от cyberian wellness такой рекомендации нет и я вам могу сказать по своему опыту уже использования что она великолепно смывается водой кожа остается мягкая совершенно не жирная и необходимости в смывании маслом нет никакой абсолютно наоборот я стараюсь сохранить вот этот уровень увлажненности на коже чтобы свою кожу склонную к сухости тоже поддержать уже в определенном увлажненном состоянии поэтому следуйте рекомендациям производителя именно для этого я вам сейчас сделала скрины о бакучиоле что его можно использовать в дневное время в летнее время что как он работает и что в нем содержится что нет ограничений возрастных и так далее еще мне прислали такую информацию про гидрофильные масла что есть такая схема использования 424 по-моему так как бы четыре минуты нанести и 4 минуты не дай бог три или пять я смеялась вот эти ограничения которые нас пытаются впихнуть это очень конечно забавно четыре минуты нанести четыре минуты делать массаж потом две минуты смывать но я могу ошибаться смывать водой теплой потом четыре минуты что-то еще делать я не буду этого делать даже какой бы там супер какой бы не было масло мне хочется две минуты сделать массаж или время у меня есть две минуты сделать я буду две минуты делать есть пять минут я могу пять минут сделать поэтому что будет от того если пять минут делать массаж что будет ну что произойдет трагедия какой-то обвал на коже мне забавно читать вот такие рекомендации на самом деле поэтому я следую за производителем к чему вас призывала и призываю при использовании косметики любого бренда тем самым временем вы видите да что я делаю массаж я начала с грудной клетки разогнала здесь лимфу я вам рассказывала уже не оград неоднократно об этом кому интересно вообще про лимфодренажный массаж у меня есть несколько видео на ю тубе просто на моем канале наберите лимфодренажный массаж и все и вам выпадут несколько видео и вы там можете посмотреть более подробно потому что я каждый раз вот даже просто для себя я его делаю очень интуитивно я бы так сказала сахар соблюдая основные направления движения лимфы вот разгоняю лимфу на задней поверхности шеи вот здесь между мышцами где идут лимфатические сосуды активирует а это так приятно вообще сама массаж конечно это дело ну как бы хлопотное но очень приятно и невероятно полезно я уже будет третий год как я прям увлеклась и делаю массаж для лица после того как я походила на процедуры к прекрасному массажисту лилечка тебе большое спасибо и продолжаю это делать сейчас сама вы можете глядя на экран делать просто вместе со мной я не буду описывать как бы даже что я делаю да ну понятно я расслабляю мышцы около ротовые пара оральные расслабили подтянули отвели лимфу то есть все движение от лица от середины к наружи и над ключичным лимфатическим узлам все принцип очень простой чтобы вы не делали и вы видите я достаточно интенсивно работая с кожей не так вот вот так вот это вот просто найти без эффекта я помню когда-то еще там ну по молодости лет там 40 по молодости лет в 40 до тут еще скажет боже мой какая-то молодость это уже старость надвигается я тоже в 35 уже старость старость надвигается так страшно надо что-то с этим делать вот сейчас я говорю уже что по молодости лет 40 я ходила в салон и мне вот там делали вот этого что-то шоршали на лице это было приятно но эффекта особо я никакого не заметила поэтому как-то меня не не тянуло в салоны а тут я прошла курс массажистки которая делала вот таким вот образом этот массаж прямо глубоким воздействием на мышцы потому что все наши и морщины межбромная в том числе все это из-за того что мы мимируем и мышцы наши напряжены кроме всего прочего что наши психологические блоки они тоже отражаются на микроблоках в мышцах и лица и тела за счет этого там симптомы определенно появляются да про психосоматику мы с вами много говорили тоже поэтому я сейчас делаю очень активный массаж кожи это дает прекрасные результаты и я поняла что этот миф о том что кожа растянется это реально миф понимаете как я вы видите как я тяну кожу сколько уже лет я вам показываю как я вот так натягиваю кожу и от этого становится только лучше а в моих закрытых видео про разглаживание шеи про подтягивание про лифтинг лица подтягивания вот этой зоны вокруг глаз это мои закрытые видео давайте я сделаю сегодня спецпредложение тем кто посмотрит этот эфир и напишет мне в личку потом это будет стоит 700 350 вместо 750 это мои закрытые уроки приемы массажа которые я сама для себя составила из разных техник массажа то есть это мой труд почему это платное закрытое видео потому что это мой труд я этот свой способ массажа бы собрала из разных источников записала это видео это мой труд и поэтому это закрытое видео кому нужно кто хочет себе пройти курс массажа какой-то вот найти хочется иной раз прям обновление омоложение какое-то вот нечто такое запустить у себя какие-то процессы ну можете мне просто написать это два урока отдельно на шею декольте и отдельно для лица и подтяжки вот этой вот зоны отдельно тоже записала для вас вот ну все я сделала массаж видите порозовели щечки вот это пятно красное у меня но до сих пор как бы не проходит к сожалению не знаю пройдет ли когда-либо и так от воздействия ретинола она у меня появилась в процентовке и мне уже делают сейчас предложение молодые люди которые видимо зашли на эфир и их тоже привлекая я тоже их привлекаю марина безюкина пишет юлиана вы прекрасно выглядеть а за последнее время еще и помолодели слушайте ну вот можно было бы говорить что я пошла там в сибирское здоровье потому что там что-то и что-то я там ушла из компании моряки и потому что там что-то и что-то но когда я вижу результат и вы мне об этом пишите и я столько отзывов по этому поводу получила что сейчас еще состояние моей кожи улучшилось и визуально это заметно если я сама даже это вижу когда мы сами вижу то видим какие-то изменения это всегда говорит о достоверности этих данных да иногда есть такие которые ну вроде и как будто бы да и как будто бы нет не могу как бы тот достоверно сказать да а тут я сама даже это вижу я думаю боже мой да неужели ну даже я сейчас на межбровку свою смотрю я понимаю что лучше стало я заметила уменьшение носогубок и сразу вам скажу что здесь работает не только косметика мои дорогие красота изнутри этого никто не отменял что важно создать вот каркас внутренней того что у меня ушли я так думаю лишняя жидкость лица когда уходит как бы тяжесть которая давит на носогубные складки за счет отечности лица я же прошла курс детокса я продолжаю сейчас принимать и воды от сибирского здоровья которые тоже работают как бы это там и витамины другие и омега там другая там состав самих продуктов от этих бадов я хоть и давно пью но об от баду рознь и научный исследовательский центр который разрабатывает вот здесь из наших эндемичных растений сибири и изготавливает эти бады они другого качества понимаете они другого качества и я это вижу и чувствую по состоянию своего организма я невероятно рада тому что они ну вот я поменяла производителя для приема внутрь и расширила свою линейку и наверное я когда нибудь сниму но у меня очень много сейчас идет добавок в уходе я не знаю на целый час наверное будет эфир если я все буду показывать и рассказывать но как-нибудь покажу вам хотя бы так поверхностно что я делаю а вот еще что я делаю я сразу покучу я на локте наношу сейчас капну буквально три капельки вот и пока вам рассказываю у меня локти тоже будут омолаживаться поэтому то что вот а марина пишет очень подтянулся овал лица понимаете при всем том что я не халявила я очень активно вы знаете что я очень активно ухаживала собой и прекрасный был результат хорошая косметика качественная эффективная это было видно на лице однако может быть оказывается еще лучше причем от российского производителя я на самом деле уж как я довольна я вам передать не могу что это вот еще и вот вот так работает и за сущие копейки вот честно 690 рублей на два месяца мне хватает но 50 рублей пипетка еще плюс за 700 рублей такое омоложение безопасное ну разве я могла об этом мечтать я никогда не думала что я буду пользоваться во-первых российской продукции во-вторых как бы за смешные деньги я всегда думала что только дорогая косметика может давать результат прям вот дорогая чтобы она была понимаете однако сейчас результат и вообще в мире такая ситуация что мы видим и понимаем что проверяй просто проверяй и пробуй я вам показываю то что делаю я вы видите результат на мне кому интересно и хочется знать больше и вы хотите войти в наши закрытые чаты для нашей команды welcome в мою команду мою стаю светлых птичек как я называю вообще у нас команда здоровые и богатые я вас призываю к этому здоровыми мы станем с продуктами от сибирского здоровья а богатыми когда будем использовать этот маркетинг который ну невероятно подходит мне марина пишет я тоже не думала что может быть лучше да тоже увидела вот эти результаты но мне многие об этом пишут у нас как раз в этих закрытых чатах у нас отзывы от людей как как все переменилось как все улучшилось потому что это тоже люди которые пользовались хорошей косметикой качественной американской и тот результат который они сейчас получают они тоже маленько в афиге так что не всегда сильно дорогое это самое лучшее я сейчас это понимаю и доверяю своей кожи в первую очередь и я понимаете как я выбрала компанию и продукции не просто как бы от барабана я же все это изучала я все это посмотрела я изучила историю вот в моем видео про преимущества компании в сибирском здоровье посмотрите я прям по пунктам вам там раскладываю это какие преимущества есть от этого сотрудничества ася ковальская пишет юлиана вы настоящий трудоголик вот и результат знаете мне не нравится слово трудоголик я не хочу быть трудоголиком я люблю работать в плане того что я люблю делать действия я не люблю работать и я не хочу быть трудоголиком трудоголиком трудоголики это люди чаще фанаты которые знаете прям вот они жизни не видят света белого не видят я за то чтобы тем более мы женщины у нас но мы творческие от природы просто любите наслаждаться вот эту жизнь этот вот трудоголиком может быть мужчина и то но задача женщины которая рядом с ним дать ему вот это вот красоту и расслабление этот релакс в периоду когда он не на работе поэтому женщина трудоголик я не хочу быть трудоголиком и я но я работаю много как бы я действий выполняю много при этом я успеваю насладиться жизнью я вам показывала что я успеваю поплакать от красоты окружающего меня мира как меня это трогает как поехать в путешествие собраться посмеяться семьей собраться с друзьями собраться успевать жить и у нас сейчас девиз наш ретрит в кабардинке прошел под девизом жизнь и бизнес совместимы совместимы понимаете успевать жить и вот светлана николенко пишет работать в кайф мне нравится работать в кайф и если я и кайфовать от работы вот совершенно светлана вы прям считали вот мое душевное послание здесь потому что когда мы работаем 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 это немножко вообще не женская стратегия я стараюсь об этом из этого вообще ну выходить я трудно я уже работала вот уже я работала и на работе работу работала в клинике в медицинской пахала вот там пахота была дни и ночи потом я работала как бы так работала активно в другой компании что я тоже наработала сейчас я хочу жить и кайфовать от работы доктор здоровцова пишет привет моя дорогая тоже нет мне тоже нравится работать в кайф понимаете работать и получать удовольствие потому что люди не хотят идти за теми кто вот так пашет у меня сейчас работа происходит довольно легко потому что я уже наработала тот багаж который мне дает сейчас возможность работать легко я не говорю что как бы ну это не работа здесь можно как бы сидеть и бэкбук покуривать отнюдь я очень много действий совершаю для того чтобы получать результат другой вопрос в каком состоянии я эти действия выполняю и в каком что что я от этого ожидаю то есть что знаете как надо мне надо вот знаете вот это вот состояние ставь цель иди к ней двигайся давай давай не хочу не хочу мне уже этого вот так вот хватило и мы с ксенией сейчас простраиваем свою деятельность и работу спасибо за сердечки я вижу спасибо мои хорошие простраиваем свою деятельность и обучаем своих последователей кому такая же стратегия откликается делать все вот так по кайфу нет у тебя настроения сегодня что-то там вот связаться с людьми пообщаться с людьми отмени встречи перенеси их сделай это тогда когда ты будешь в ресурсе когда ты будешь светиться и этот свет тогда считается а не то что ты там мне надо люди все считывают понимаете люди считывают если вам от них что-то надо если вам надо давай сделай там заказ потому что у меня не хватает там общего оборота или давай там что там еще звезду вот это вот ранг повышает так далее не хочу никого вообще никуда тянуть вот меня по сути мне показывали путь но если бы меня сильно толкали тянули я бы наверное свалила уже в тот самый момент а когда я видела смотрела и у меня у самой появилась внутренняя мотивация мне квартира нужна была я жила в бараке 20 лет с водой привозной с двумя печками вся в ожогах у меня руки там угли мешала у меня вот здесь вот все в рубцах вот видите белые вот эти вот пятна господи вспомни сейчас как будто другая жизнь как будто вообще не я была хлебнула вот по самые помидоры пройдя вот это все понимать чего я в жизни не хочу чтобы понять чего я хочу какие у меня цели и желания важно понимать чего я не хочу я не хочу пахать я не хочу печки топить и воду возить и увозить я хочу жить и наслаждаться и думать о том как я могу это себе организовать вот это наша моя задача доктор моя пишет вы молодец цели нужны только в удовольствие достигать их цели нужны но даже если у вас вот знаете так бывает я иной раз тоже думала вот поделюсь с вами раз уже зашел такой откровенный разговор у меня бывает так я не знаю чего я хочу вот у кого есть такое состояние сейчас ну не знаю чего я хочу я не говорю о том что я хочу новое платьюшко там или сумочку как бы это целью то не назовешь это просто желания наши нормальные женские человеческие желания которые в каких-то деньгах исчисляются есть ли у вас бывали ли у вас мои хорошие такие моменты которые вы думали да не знаю что я хочу никакой у меня цель там вот мне говорят поставь цель и двигайся к ней если нет лежи в направлении цели бывало ли у вас так что у вас не было цели напишите не было цели Галина Коротких пишет да тоже печки топила и руки жгла а теперь живу в Краснодарском крае вы понимаете у меня Светланочка Николенко пишет у меня не было цели да вот у меня такое бывает и я сейчас тоже не могу сказать что у меня прям глобальная цель раньше когда я хотела квартиру я хотела машину для того чтобы мне было легче работать обслуживать клиентов было такое да Катя пишет что не было цели жила немного цель одна но глобальная вот есть большая глобальная цель а так вот что поставь вот цель ради которой ты будешь там просыпаться и так далее но не всегда у меня есть такая цель а иногда я думаю да ну я нафиг не хочу я просыпаться в 5 утра можно я посплю можно я посплю я напросыпалась уже когда я ездила на двух автобусах перед пересадкой зимой в клинику на другой конец города и каждый день вставала успела протопить печки чтобы дети встали и было тепло и потом в пол седьмого утра выезжать чтобы вовремя к восьми утра приехать на планерку да наездилась я уже и у меня такой невроз был я в такой тревожности жила я спать не могла просто меня организм подбрасывал в пять утра в пол пятого и до сих пор порой такое бывает я с ужасом вспоминаю это время можно я посплю можно я не буду вставать в пять утра сейчас такая жизнь другая пишут бизнесмены встают в пять утра да не встают они в пять утра покажите мне нормально организованного человека который у него все уже организовано в бизнесе зачем ему вставать в пять утра у него все сделано все это людям другим как это называется передать то делегировано надо нормально высыпаться надо нормально питаться нормальный режим успеть витамины выпить погулять сходить на природу посмотреть успеть пожить в кайф что всю жизнь что ли вот это вот пахать сколько ж можно то ката катя на умчик пишет единицы ставят цели все остальные просто живут можно я буду просто жить и по ходу жизни вот тоже достигать своих своих желаний можно мягко идти к цели у меня сейчас такое я не призываю что всем это нужно кому-то надо действительно и у кого-то есть такие цели ради которых да но если нет друзья мои это тоже не страшно у меня сейчас цель иметь много денег некоторые говорят не надо деньги ради денег почему нет кто это придумал мне надо я хочу чтобы у меня было много денег и я не задумываясь могла исполнить то что мне хочется почему нет я хочу денег все а когда понимаете моей психике легче понять чего я хочу когда у меня есть деньги или когда я знаю перспективу появления денег в моей жизни что а когда я знаю что у меня ничего мне не светит в денежном плане мой мозг такой господи опять она там что-то замечтала и никогда меня не пустит в далекие дали ну у меня так Катя пишет Снегирева у меня сейчас так я не знаю что хочу как жить думаю что занимаюсь не тем да и так бывает думаю не тем и вы уже знаете что это не то чем я хотела бы отталкивая это это точка от которой можно оттолкнуться то дно от которого мы отталкиваемся и всплываем потом туда куда нам хочется а чего хочу просто задаем себе вопрос а чё хочется чё хочется этой девочки о чём мечтала вот многие говорят о чём ты мечтала слушайте я хочу показать свою картину которая сейчас у меня рождается она ещё не завершена но вот чего хочу это про то что чего хочу о чём мечтала я мечтала рисовать и то как меня сейчас в этом ведёт у меня же дрожит всё внутри Бирюкова пишет хочу новую машину сделать ремонт в квартире это цель но если вы считаете что это цель это цель конечно это классная цель потому что сейчас ремонт стоит как и машина если чё да машина нужна ли она мне вот я поняла мне машина не нужна я легко отдала машину как бы вот вернула её в компанию Mary Kay потому что мне по сути она не нужна и те мои душевные и финансовые инвестиции в неё они не стоят того что что они из меня брали я прекрасно передвигаюсь на такси даже в другие города и в Сочи и в Анапу и в Геленджик мы ездим на такси сейчас это гораздо дешевле чем просто иметь свою машину и чисто психологически лично мне когда я ездила у меня была своя машина мне было в кайф сейчас пожив пять лет без личного автомобиля мне такой кайф я села и сижу работаю в телефоне я еду расслабляюсь а не сижу где там что там кто меня там подрежет и так далее Светлана Николенко пишет сейчас секундочку ещё тут есть комментарии Галина Карткиев сейчас я слушаю свое тело и не делаю ничего через слово надо Галина спасибо вам большое я живу вот в таком же состоянии когда мы находим контакт со своим телом это вообще очень большое достижение и когда я не делаю через надо это представляете какие блоки уходят это просто восхитительно Светлана Николенко пишет я работаю и просыпаюсь в пять утра и до двадцати вечера всё на ногах и в ночь на ногах и на раз хочется всё послать и всех я вас очень понимаю потому что когда я дежурила ночами и в приёмный покой ходила к этим пьяным блёваным людям это конечно мало мало радости приходишь домой домой кровать я падаю и до утра понимаете и это ваша жизнь какая цель я всегда мечтала хочу такую работу чтобы не я ходила кого-то искала предлагала какую-то продукцию как морякей я хочу крик души так понятно Оксана вы не по адресу можно выходить с эфиром так доктор здоровцова пишет обычно в не не в ресурсе тогда нет цели и желания цель не обязательно для себя можно для мира природы животных людей у каждого свое у меня есть подписчица моя которая у нее цель сейчас они строят дом для чтобы животных много животных собак кошек там могли бегать свободно ну прекрасная цель благородная да деньги это средства для исполнения мечты цели значит правильно мечтать и они будут у каждого свой путь свой путь я мечтаю вот сейчас я понимаю что я мечтаю для себя вот даже человек который хочет построить дом где собаки будут жить свободно бегать это тоже цель для себя это цель не для собак это цель для себя для того чтобы моя душа была преисполнена вот этих высоких чувств что я рада я счастлива человек получает то от чего он будет счастлив вот эта цель где я буду счастливой когда я буду счастливой или когда я просто там ну пойду посажу дерево не эта цель цель итоговая конечная это быть счастливой я буду счастлива от того что я посажу дерево и буду испол испытывать вот эти эмоции мы счастливы от этих эмоций не так ли конечная цель каждого быть счастливым как считаете на сколько процентов напишите сейчас в эфире на сколько процентов вы счастливы сейчас сколько процентов вашего счастья сейчас прямо в данный момент Вот пока вы смотрите этот эфир, сколько процентов счастья, насколько вы счастливы, напишите. 38 процентов, Аленочка пишет. Алена, в Москве поговорим про счастье. 80 процентов, Юлия Архипова. Я счастлива на 100 процентов. Аленочка, рада тебя видеть, Алена Лухнова, на 100 процентов. 90 процентов, Катя. Какие еще циферки? Скорее всего, на 60, Галина Коротких. С вами на 100 процентов, Ася Ковальская пишет. Ага, интересная, кстати, такая уловка, уловка подсознания. Это уловка подсознания, что с вами я счастлива на 100 процентов, а без вас на сколько? Да, Ася, давайте цифра другая, а без вас на сколько? Верочка Симакова. Привет, дорогая. Я мечтаю о домике в деревне. У мужа была такая же цель. Мы вместе осуществили эту мечту и счастливы в своем домике. Для чего был нужен домик? То есть мечта не домик, мечта быть счастливыми. Вы сейчас счастливы в своем домике, да? 80 процентов. Чуть-чуть денежек не хватает. Катя Снегирева, 100 процентов от того, что я жива, здорова и вижу вас. То есть есть глаза, это тоже, да, входит в стопроцентовку. Ася Ковальская, даже не знаю. Ась, ну кроме вас никто не узнает. Мы точно не знаем вашу цифру. 70 процентов у Берековой. Любовь Рефеенко, 50 процентов. Вот я придерживаюсь комментариев от Кати Снегиревой. Если вы сейчас считаете, что вы счастливы не на 100 процентов, вы себя обедняете. Светлана Гетман, 50 процентов. Но знаю, что скоро будет больше. Вы можете добавлять к своим... Знаете, есть такое выражение, я счастлива или там несчастлива. И я, когда я сделаю вот то-то, тогда я буду счастлива. Задайте себе новую аффирмацию. Когда я сделаю то-то, когда там денежек, да, кто там пишет, денежек чуть-чуть не хватает. Когда я, у меня будет больше денежек, столько, сколько я там себе планирую, я буду не счастлива, а счастливее. Мы становимся счастливее. Мы становимся несчастливы, как конечный пункт. Я буду счастлива тогда-то. а мы становимся счастливее, потому что сейчас мы, вот просто важно быть счастливым прямо сейчас на 100%, важно. Вот сейчас положите вот так руки на грудь себе, на сердечную чакру свою, и скажите себе просто, я счастлива уже сейчас на 100%, почувствуйте это, я счастлива уже сейчас на 100%, и просто примите то, что это самое лучшее состояние в этом воплощении, то, которое могло быть, то, что даровали вам небеса, это самое лучшее, что могло быть с вами на данный момент. Как вы думаете, могло быть хуже вот сейчас в вашей жизни? Могло ли быть хуже? Работает, Галина Коротких пишет, работает, я счастлива сейчас на 100%. Да, вот почувствуйте, как приходит вот такой вдох, это вы приняли, значит, эту установку. Я и так счастливый, счастливый был, а теперь в два раза счастливее стану, кот Матроскин, точно, точно, я и так счастливый был, и буду еще счастливее. Я счастлива уже сейчас на 100%, благодарю. Вот, научаемся, кто-то там высмеивал вот это вот выражение, кто-то Ксюша написал, после этого слова научаемся, отписываюсь, отпишитесь, я вас умоляю, отпишитесь. Если вам не подходит слово научаемся, мне оно невероятно нравится, и оно так легко вошло в наш лексикон. Мы научаемся, не просто учимся, мы научаемся быть счастливыми всегда. Я вас уверяю, что если отбросить вот эти вот надуманные наши хотелки, из-за которых я якобы несчастлива сейчас, то вы поймете, что вы счастливы, что все, что есть для счастья, у вас уже есть. Светлана Гетман пишет. Под занавес рождаются вот такие озарения у нас с вами. Я вас с этим поздравляю. Значит, вам важно было это услышать, увидеть, почувствовать себя счастливой, и от этого разгладятся ваши блоки на лице и теле. Вы будете выглядеть еще красивее, моложе и привлекательнее. Спасибо вам огромное за этот совместный поток. Я вас обняла. Я вас люблю. И до встречи. Пока.